всем привет дорогие мои подписчики обещала я вам видео кстати говорят буквально недавно у меня была премьера у районе дубай марин и одна из подписчиков прям мне напомнила не забудьте рассказать о знакомствах на тиндере вот так вот я не забыла рассказать вам об этих знакомствах сама я на тиндере никогда не знакомилась может быть к счастью может быть к сожалению честно говоря не могу пока определиться но расскажу вам о опыте моей подруги знакомствах на тиндере переехала она в арабские эмираты недавно буквально год тому назад до этого был у нее роман конечно же тут с одним египтянином и как оказалось египтянин этот был благополучно женат и в один из своих приездов из россии просто-напросто случился момент истины то есть она поняла что жена у него все таки есть благополучно она рассталась с этим египтянином благо что детей нарожать не успели вот и решила соответственно приехать в арабские эмираты поработать кстати говоря она достаточно быстро нашла работу вот что значит если человек захочет то он всегда найдет как говорится да и во время соответственно своего пребывания на территории арабских эмиратов она решила все-таки попытаться еще раз попытка номер два это как бы еще не так страшно обычно на третьей попытке уже все получается но опять же у кого как кому-то везет и с первой попытки в общем решила она попытаться найти мужа на тиндере зарегистрировалась соответственно в этом приложении причем приложение это платное и стала соответственно рассматривать кандидатов в мужья самое грустное на тиндере что кандидатов то там в арабских эмиратах не так уж и много почему потому что конечно же в этом приложении зарегистрировано очень много индусов и пакистанцев но она их просто-напросто не рассматривала все-таки разные национальности разные культуры и поэтому она вот это вот все отложила как говорится да то есть рассматривала она европейцев это имеется ввиду американцев британцев и рассматривала арабов то есть и местных арабов и соответственно приезжих арабов но вдруг да и повезет уже на нового хорошего египтянина как говорится да потому что и среди них тоже есть очень хорошие люди то есть я знаю такие счастливые браки кстати одна из моих подписчиц мне не так давно писала о том что вот вы рассказываете только каких-то трагичных ситуациях драматичных а вы не рассказывайте ничего счастливых семьях еще раз повторюсь что же рассказывать о счастливых семьях счастье любит тишину то есть те кто счастливы у них и так все хорошо а я рассказываю как раз таки об ошибках наших женщин для того чтобы они знали где на грабли как говорится не наступить вот и конечно же далеко не все мужчины в арабских эмиратах плохие то есть я никогда этого не говорила иначе бы я сама здесь не жила то здесь достаточно хороших мужчин но при выборе мужчины соответственно нужно быть очень и очень внимательно потому что и среди них тоже есть очень хорошие люди то есть я знаю такие счастливые браки кстати одна из моих подписчиц мне не так давно писала о том что вот вы рассказываете только каких-то трагичных ситуациях каких-то соответственно трагичных ситуациях в семьях драматичных а вы не рассказывайте ничего счастливых семьях еще раз повторюсь что же рассказывать о счастливых семьях счастье любит тишину то есть те кто счастливы у них и так все хорошо а я рассказываю как раз таки об ошибках наших женщин для того чтобы они знали где на грабли как говорится не наступить вот и конечно же далеко не все мужчины в арабских эмиратах плохие то есть я никогда этого не говорила иначе бы я сама здесь не жила то есть здесь достаточно хороших мужчин но при выборе мужчины соответственно нужно быть очень и очень внимательны для того чтобы снова не наступить на те грабли которые уже до вас проходили 25 или 45 российских женщин но вернемся к моей подруге опять отвлеклась от темы значит решила на поискать свое счастье на тиндере и вы знаете она даже определила определенную градацию мужчин которые присутствуют на тиндере вот об этой градации и о всех случаях которые с ней произошли я вам сегодня и буду рассказывать не знаю что сколько длинным получится это видео но надеюсь что вам будет интересно и так градация первое мужчины писатели философы вряд ли вы вообще когда-то увидите этого мужчину то есть он будет просто с вами переписываться на тиндере причем переписка ваша будет сродни какой-то знаете арабской поэме такой очень очень длинный то есть вам будет писать задавать много вопросов конечно же будет писать о себе практически распишет вам всю свою биографию начиная с его рождения до соответственно 45 или 50 лет если ему на данный момент именно столько то есть обязательно будет писать вот о той девушке которая его использовала как банкомат а той девушки которая соответственно бросила его еще в юности в 16 лет обязательно будет вам писать о той жене которая была недостойна его такого дорогого как говорится и ценного мужчинки то есть очень очень много вам будет всего писать но в реальной жизни вы скорее всего никогда не увидите причем что самое интересное вот таких мужчин на тиндере большинство как ни странно то есть они пишут и пишут и пишут свободны от работы время пишут свои философские рассуждения размышления просто-напросто потому что я так видимо понимаю у них либо мало либо совсем нет друзей жена если таковая имеется уже просто-напросто устала слушать философские рассуждения этого мужчины потому что частенько такие мужчины они оказываются вот именно глубоко женаты так скажем вот и поэтому ему не с кем собственно говоря порассуждать не с кем поговорить некому излить свою душу и вот он будет изливать вам ее в тиндере но вы его так никогда и не увидите потому что на свидание у нас все равно не пригласит то есть он просто-напросто будет занимать ваше время вот своими такими безумными как говорится переписками вот это вот первый тип мужчин которые присутствуют в арабских эмиратах на тиндере значит второй тип мужчин это бабники то есть эти соответственно соглашаются на свидание в ближайшее удобное ему время но не подумайте что у него какие-то высокие чувства к вам соответственно он обычно планирует одну ночь провести вместе с вами ну а на следующий день уже отправиться в новое путешествие он вас сразу же обязательно позовет на свидание как я уже говорила в ближайшее время вот то же самое произошло и с моей подругой он будет очень много говорить вам комплиментов но сами как человек вы его не особо будете интересовать то есть он вряд ли поинтересуется тем где вы работаете или поинтересуется этим как-то вскользь он вряд ли поинтересуется тем что вы думаете но он будет постоянно пытаться к вам прикоснуться то есть ему нужен будет тактильный контакт обычно кстати говоря это очень симпатичные мужчины хорошо одетые надо сказать образованные в большинстве случаев и он вас будет подталкивать вот именно к тому чтобы куда-то поехать либо в отель либо к нему домой как говорится посмотреть телевизор потому что у него есть классный фильмец и так далее и так далее причем за вашу встречу у нас будет постоянно перетаскивать с места на место для того чтобы вам казалось что вы уже как бы давно знаете друг друга то есть подруга с ним сначала посидела в ресторане потом соответственно он ее отвез какой-то роскошный отель они там выпили кофе потом они тут же перебрались на какую-то дискотеку потому что дискотеки в дубае открыты до трех часов ночи то есть он вам будет пытаться показать что вы его уже знаете давно что вы ему должны доверять и что он вот такой вот щедрый хороший мужчина но вы знаете что самое грустное что после соответственно проведенной ночи с вами он просто-напросто выдаст вам все вещи обязательно спросит ничего ли вы не забыли у него дома ничего ли вы не оставили соответственно у него здесь просто-напросто для того чтобы больше уже в этот дом никогда как говорится не вернулись даже за зарядкой от телефона и потом благополучно отправить вас во своя си и не будет вам конечно же больше не писать не звонить потому что сейчас вы уже для него интереса не представляете и у него уже новая жертва в тиндере с которой он желает встретиться соответственно в ближайшее удобное ему время но в общем как то так следующий тип мужчин это маменькины сынки такие тоже встречаются в арабских эмиратах а возраст такого маменькиного сынка он может колебаться от 20 лет до порой 60 лет то есть вы знаете как ни странно вот именно эта градация мужчин они просто-напросто никогда не взрослеют и всегда заботятся именно о том что подумает их мама на этот счет вот как раз таки с таким мужчиной моя подруга тоже уже встречалась но надо сказать что этот год она работала очень активно на тиндере то есть пыталась попасть на все встречи на какие только было возможно несмотря на то что у нее даже нет своего собственного автомобиля но тем не менее как говорится кто ищет тут всегда найдет поэтому я конечно же надеюсь что ей удастся найти все таки вот именно своего мужчину ну так вот мы снова отвлеклись маменькины сынки значит что происходит здесь то есть человек пришел к ней на свидание он с ней встретился они посидели в хорошем ресторане вроде и не глупый вроде и симпатичный вроде и работа хорошая но где-то примерно около десяти часов он сказал слушай но извини во первых у меня завтра работа а во-вторых мама конечно будет против поэтому мне срочно нужно домой ну как бы 10 часов арабских эмиратах это надо сказать еще детское время хотя я в это время уже благополучно иду спать но видимо у меня уже просто возраст не для тиндера и не для свиданий так скажем да вот но тем не менее ее это немножко так покоробило а на следующий день когда они снова встретились и соответственно она уже попыталась завести более серьезный такой разговор а я кстати забыла сказать что подруга моя в тиндере она прям так и указала черным по белому как говорится еще мужа ну потому что в 35 лет чего уж там искать как говорится чего уж там рассказывать о себе какие-то странные вечера только написала ну то есть в 35 лет уже как бы пора писать прямым текстом как говорится да вот она так и написала ищу мужа ну конечно же порядочного достойного нормально обеспеченного и так далее и так далее и так далее вот и когда они встретились на следующий день она взяла сразу так бы к за рога возможно это было очень быстро потому что вы знаете сейчас очень много этих вот женских сайтов где учат как нужно что нужно его там учишь что нужно сначала подход мужчине найти нужно его сначала с левой стороны обойти погладить потом с правой стороны обойти погладить потом вообще сказать что вы любите его безмерно опустив глаза в полную чем какую-то вот такую ерунду всегда преподает на этих курсах и тренингах но подруга моя отошла от этого от всего и прям в глаза человеку и сказала ну вот как ты думаешь у нас серьезное отношение получится не получится и вообще стоит ли нам с тобой встречаться и к чему-то стремиться давай уже сразу на берегу договоримся чтоб не терять не мое время а у меня его в принципе уже немного после 35 не твою давай мы уже сразу на берегу договоримся что же нам делать на что мужчина сказал я так тебе со всей душой я-то в принципе вот как бы рад и согласен с тобой встречаться но вот мама моя то мама не потерпит никакой иностранку в нашей семье то есть ей нужно только порядочная арабская женщина кстати я совсем забыла упомянуть что такие мамы авторитарные которые есть у таких маменькиных сынков они обычно очень религиозны и всегда когда соответственно они разговаривают с сыном то они выбирая себе невестку как раз таки опираются на свою дикую религиозность то есть они говорят что вот нам нужно вот только мусульманка и только чтобы она соблюдала абсолютно все значит понятия и условия и вот только такая сможет войти в нашу семью в этом конечно ничего плохого нет это конечно же нормальное явление так скажем да но оба вам в этом случае очень не советовала тратить ваше время вот на такого маменькиного сынка потому что просто представьте себе что после свадьбы первое с кем вам нужно будет договориться это будет его мама и скорее всего у вас это не получится одна из моих подруг она просто-напросто посидела пока входила в семью такой то есть настолько там были такие драмы арабские скандалы что сейчас конечно у нее уже все хорошо но как говорится нервную систему она уже себе испортила и седые волосы приобрела и с этим уже ничего не поделаешь поэтому подумайте несколько раз стоит ли вам общаться вот с таким маменькиным сынком я думаю что скорее всего не стоит но опять же это вам решать все люди разные итак следующая категория мужчин это конечно же женатые мужчины которые ищут себе развлечений на стороне совсем забыла вам сказать что вот особенно летом в арабских эмиратах у нас все мужчины холостые сейчас объясню почему потому что летом обычно их жены на все лето уезжает либо в сирию либо в ливан либо в ту же россию белоруссию и так далее кстати говоря и такие курьезные случаи тоже случаются вот например одна девочка познакомилась наша россиянка на тиндере с мужчиной уж не буду говорить какой национальности а потом она решила поинтересоваться у девочек в группе есть у нас там одна такая отдельная закрытая группа почему же ее мужчина так внезапно пропал и вот когда она ненароком опубликовала его фотографии оказалось что у этого пропавшего мужчины есть очень живая жена украинка ну в общем был грандиозный скандал так что и такие вот курьезные случаи как говорится в арабских эмиратах тоже бывают никогда не знаешь опять же где наступишь на грабли и где ты сможешь увидеть фотографию своего мужа но вернемся собственно говоря к женатым мужчинам а значит женатые мужчины они тоже есть на тиндере то есть они конечно начинают с вами активно переписываться и в удобное для них время когда жены и соответственно нет дома либо она в отпуске либо она чем-то занята они могут назначить вам свидание подруга моя тоже на такое свидание попала и она меня долго спрашивала почему же все так произошло а вы знаете объяснение очень простое чит они с этим мужчиной пошли в ресторан значит сели только значит начали ужинать как говорится и тоже и симпатичный мужчина вроде и образованный и поговорить с ним было интересно но вдруг внезапно в середине ужина он встал извинился сказал что срочно ему нужно ехать потому что у друга что-то произошло но причина может быть любой это может быть друг это могут быть родители это могут быть по работе вызвали как говорится да и так далее и так далее конечно в этой ситуации можно дать еще один шанс мужчине потому что возможно он вам говорил правду но если у него при этом так достаточно быстро бегали глаза и кто-то ему строчил соответственно в ватсапе и он соответственно на это очень-очень быстро отвечал то хочу я вам сказать что вряд ли ему нужно давать второй шанс вот моей подруги произошло именно так но мужчина кстати оказался порядочным заплатил за ресторан собрался и быстро уехал и больше она его не видела но в принципе как говорится ей повезло наверное в этой ситуации потому что многие женатые мужчины например если жена на данный момент нет здесь то есть она находится в отпуске то они будут с вами встречаться месяц два три постепенно вы в них влюбитесь за это время да у вас уже появятся какие-то чувства к этому мужчине и потом вам будет очень больно разочаровываться когда через эти два три месяца мужчина просто-напросто пропадет потому что как казалось его жена вернулась обратно в эмират но в общем бывает и так то есть истории бывают очень короткие как у то моей подруги то есть уехал и уехал как говорится да пропал и пропал никаких чувств у нее еще к этому мужчине не возникло а бывают и грустные истории когда два-три месяца вам морочат голову а потом просто-напросто этот человек исчезает следующая категория мужчин это мужчины и многоженцы которые стремятся завести 2 3 либо 4 жены вы знаете это пожалуй очень интересная категория и многие наши девочки в принципе соглашаются потому что мужчина же в принципе ничего плохого не имеет ввиду то есть он когда встречается с вами он сразу озвучивать свою позицию то есть допустим я хочу вторую третью либо четвертую жену если мужчина достаточно хорошо обеспечен то наши девочки обычно соглашаются стать второй третий либо четвертой но иногда вы знаете бывает такая ситуация мужчина вроде как бы и не обеспечен достаточно то есть поговорив с ним вы определяете что денег у него и на одну жену вряд ли хватит с его зарплаты то есть моей подруги было именно так то есть пришел какой-то такой страшненький невзрачный мужичонка опять же не буду называть какой национальности и значит конечно же заказал ей кофе и сказал что вот кофе нам будет в принципе достаточно то есть бублики булочки и пирожники кофе мы уже покупать не будем и вот за таким как говорится шикарным столом он начал с ней разговаривать о том что первая жена у него уже есть и вот ему бы завести себе вторую жену русскую почему бы и нет на что моя подруга конечно не согласилась то есть тут даже и рассматривать было нечего потому что финансовое положение и внешность у мужчинки очень хромали нужно сказать но тем не менее бывает и так бывают другие ситуации вы знаете к вам может прийти но достаточно симпатичный практически ален де он да у которого еще будет и хорошее финансовое состояние которое будет щедро бросать подарки к вашим ногам и вот в таких случаях наши девочки обычно соглашаются стать второй либо третьей женой но вы знаете что самое страшное бывает после этого что бывают мужчины накопители так скажем жон я бы их так назвала то есть вот он завел себе первую жену до какое-то время он был в восторге от нее то есть бросал щедрые подарки к ее ногам возил ее значит в разные страны показывал ей разные красивые достопримечательности потом она ему как говорится под надоела первая жена он берет себе в жены вторую и начинается снова конфетно-букетный период который длится где-то примерно но обычно полгода как вот я вот вычисляла глядя на девчонок и слушая их рассказы и вот эти вот полгода он снова бросает к ногам уже второй жены подарки какие-то шикарные машины и шикарные путешествия путешествия потом через полгода и вторая жена его немножко так скажем поднадо ела и он уже думает о третьей жене и соответственно заводит себе уже третью жену и вы знаете все уже идет по накатному сценарию то есть полгода путешествия поездки там и так далее вот через полгода он уже ее бросает и в принципе выделяете какое-то совсем небольшое содержание в размере там я не знаю пяти тысяч четырех тысяч дархамов на которой эта жена должна просто напросто жить ну конечно единственное что хорошо что обычно обеспечивают жильем такие мужчины но тем не менее содержание после этого становится все скуднее и скуднее с каждым годом и вот подумайте нужно ли вам это моя подруга у нее выбора не было потому что мужичонка был совсем невзрачный и неказистый поэтому она даже не рассматривала эту ситуацию но опять же каждому свое каждый выбирает то что нужно ему поэтому если вот такие вот мужчины вас устраивают многоженцы то такие в тиндере тоже есть причем иногда они оказываются очень неплохими людьми опять же то есть иногда они заботятся одинаково о всех женах и одинаково как бы уважает всех жен но это опять же единичные случаи потому что обычно все идет совсем по другой программе я конечно понимаю что сейчас женщины будут писать мне сейчас будет такой плач с эмиратов нет мой муж не такой мой муж вот такой а мой муж прям самый прекрасный а вот мой муж самый значит лучший я согласна еще раз повторюсь очень хорошие мужчины в эмиратах тоже есть иногда они встречаются и среди многоженцев но далеко не всегда это бывает так следующий тип мужчин это мужчина бизнесмен я бы так озвучила эту категорию это мужчина который просто-напросто женат на своей работе далеко не все бизнесмены конечно же такие я знаю что есть и другая категория но я буду рассказать вот именно о той категории с которой встречалась моя подруга то есть мужчина бизнесмен у которого постоянные телефонные звонки то есть он постоянно на телефоне то есть когда он даже с вами где-то общается в ресторане или пьет кофе у него практически нет свободной минуты потому что он постоянно находится на телефоне постоянно не с вами и даже если вы пытаетесь с ним о чем-то поговорить то не всегда вам это удается он в постоянных командировках даже на тиндере допустим когда вы впервые знакомитесь с этим мужчиной назначаете какую-то встречу он может просто на нее не прийти и даже порой может забыть вас об этом предупредить хотя конечно же хороший бизнесмен ни о чем не забывает потому что на это у него есть специальный секретарь который сообщает ему о всех встречах которые он должен посетить в том числе и с вами но тем не менее бывает и такое то есть он вам назначает встречи скорее всего у него не получается приходить на эти встречи и дай-то бог чтобы вам удалось встретиться где-то примерно через три месяца после вашего знакомства в тиндере кстати гора в тиндере таких мужчин бизнесменов очень и очень немного я хотела бы сказать потому что мужчины действительно достойные но не для всех опять же потому что если вы выходите в последствии замуж за такого мужчину то частенько бывает так что он с вами просто-напросто не видится потому что у него постоянные командировки у него соответственно постоянные какие-то дела некоторые женщины к этому относятся нормально то есть это самодостаточные женщины у которых тоже есть свои занятия в жизни но вот те женщины которые любят растворяться как говорится, в любимом мужчине, им очень тяжело находиться в этой ситуации, потому что им хочется куда-то выйти с любимым мужчиной, им хочется куда-то поехать с любимым мужчиной, а не всегда это удается. Вот поэтому, если это ваше, то, как говорится, берите и хватайте такого бизнесмена. Причем эти мужчины, они обычно, на мой взгляд, скудны как бы в своих чувствах и в словах, но они очень сильны в делах. То есть, они обычно мало говорят, но много делают. Опять же, повторюсь, на тиндере таких мужчин очень мало. Но если это ваш тип, и если вам удастся его там найти, то я так думаю, что вы найдете свое, как говорится, счастье. Моя подруга с таким мужчиной встречалась, но вот как-то контакт у них не пошел, то есть, что-то вот, знаете, химия какая-то не случилась между ними, и поэтому, собственно говоря, больше о ней не встречались. То есть, одна встреча у них была, эта встреча ей очень понравилась, она уже, в принципе, его практически на себе женила, как говорится, в уме. У нас у женщин бывает такое. То есть, мы просто-напросто сидим с мужчиной и пьем с ним кофе, но уже мечтаем о том, как мы вышли за него замуж и родили вместе троих детей. То есть, такое тоже бывает. У моей подруги с бизнесменом отношения не сложились, но, тем не менее, надеюсь, что если вам удастся найти такой тип мужчины на тиндере, и отношения у вас сложатся, то у вас все будет в жизни прекрасно. И вы будете жить в Арабских Эмиратах и, собственно говоря, радоваться жизни. Следующий тип мужчин, я бы, наверное, сказала, пожалуй, самый опасный. Ну, на мой взгляд, это те мужчины, которые любят пустить пыль в глаза. То есть, когда вы с ним общаетесь в тиндере, он тоже сразу вас приглашает на свидание. Причем на свидание он приезжает на каком-нибудь, допустим, красном Феррари или серебристом Ламборгини, вы садитесь, восхищаетесь его автомобилем, и он говорит, да-да, это мой автомобиль, это мой автомобиль. А еще у меня есть квартира, допустим, в башне Бурж-Халифа или в районе Джи-Би-Ар. Ну, то есть, как бы я называю сейчас самые престижные районы Дубая. И девушка думает, ну, надо же, как мне повезло. Я практически поймала синюю птицу счастья за хвост, потому что у мужчины все есть. И сам не дарен собой, и, в принципе, у него и машина хорошая, и квартира дорогая. Вы знаете, знавала я одного мужчину здесь, в Эмиратах, который просто-напросто работал в агентстве по продаже недвижимости. И вот одним из его клиентов был как раз-таки очень богатый человек, который имел несколько квартир в башне Бурж-Халифа. Человек был действительно богатый, а вот этот вот агент, ну, как раз-таки занимался сдачей его квартир в аренду. И, соответственно, вот между заселением и выселением предыдущих жильцов в эту квартиру, квартира обычно простаивала, ну, где-то примерно, может быть, 3 дня, может быть, 4 дня, может быть, неделю. И вот в это время он умудрялся туда водить девушек. Как раз-таки, я так думаю, что, возможно, из Тиндера. И показывал им эту квартиру. И при этом он всегда говорил, здесь я живу. То есть, вот это вот как раз-таки те люди, которые любят пустить пыль в глаза девушкам. Ну и, собственно говоря, девушка, конечно, потому что она считает, что она уже поймала синюю птицу счастья за хвост, сразу же бросается в объятие вот этого вот лавеласа, так скажем, да. Может быть, даже выходит за него замуж, потому что они, в принципе, всегда согласны жениться, почему бы и нет. Но после свадьбы она вдруг обнаруживает, что машина, вот этот вот красный Феррари, была взята в аренду на какое-то время, да. Потому что в аренду шикарные автомобили сдаются. Конечно же, в Дубае и многие мужчины любят пустить пыль в глаза красивым девушкам, проехав на шикарном автомобиле мимо них. И обнаруживает она, что и квартира-то тоже не его. Квартира вот того богатого человека, у которого есть жена, соответственно, и трое детей. А он просто-напросто, ее муж, работает агентом по продаже недвижимости. Так что бывает и такое. Ну, то есть здесь достаточно много мужчин, которые любят пустить пыль в глаза. В этом случае я бы советовала, конечно же, подольше пообщаться с мужчиной, может быть, месяца 3, 4, 5, 6, потому что за это время вы все равно сможете увидеть и его финансовую ситуацию и определить, что же именно этот мужчина из себя представляет. Пустить пыль в глаза – это характерная арабская черта. Поэтому не забывайте об этом. Следующий тип мужчины – это мужчина, который застрял в предыдущих отношениях. То есть и с таким тоже кандидатом мужья моей подруге уже удалось встретиться. Они тоже достаточно быстро приглашают на свидание, но все время, пока они сидели в ресторане с моей подругой, он ей рассказывал о том, какая стерва его бывшая жена, как она его бросила, забрала все имущество, вплоть до того, что картины со стен, и кондиционер даже из дома вынесла. И какая же она все-таки, ну, сами понимаете, кто. Вы знаете, когда человек говорит о бывшей жене в таком ключе, я бы сразу бежала прочь от такого человека, потому что через какое-то время то же самое он будет говорить и про вас, если вы вдруг станете его следующей жертвой, так скажем. Но можно, допустим, как-то пережить, когда человек об этом говорит еще, допустим, 10 минут, 15 минут, но когда человек весь вечер за рюмкой хорошего вина, так скажем, то есть в течение 5 или 6 часов рассказывает вам о том, какая, ну, вы поняли, кто его жена, либо любовница бывшая, либо подруга там и так далее, и так далее, то это выдержать практически невозможно нормальной женщине. А вот поэтому таким мужчинам, я так думаю, нужно дать время для того, чтобы они пережили свою трагедию в течение, я не знаю, там, года 2-3-4-5, это уж кому сколько нужно, ну, и только лишь потом начинать уже строить с этим мужчиной какие-то серьезные отношения. То есть я считаю, что таких мужчин на данный момент нужно бежать как можно дальше. Утешительницы, как говорится, будете вытирать его слезы, соответственно, слушать все вот эти вот поэмы о его бывшей, то, скорее всего, сами в ближайшее время у мишкам-то тронетесь на фоне, соответственно, его депрессии. И последняя категория на сегодняшний день – это, конечно же, мужчины-спортсмены. Вы знаете, я ничего не имею против спорта, но вот мужчины-качки, которых с каждым годом становится все больше и больше в Арабских Эмиратах, частенько их можно увидеть и в Тиндере тоже. То есть все его фотографии, они будут с разных ракурсов. Я так думаю, что вы сами понимаете, и вот так, и вот так, и, соответственно, вот так, то есть с выпрямленной спиной, с развернутой грудью и так далее, и так далее. В принципе, люди – это неплохие. Конечно же, радует то, что у них есть цель в жизни и то, что они пытаются в спорте добиться каких-то успехов. Но при всем при этом есть адекватные спортсмены, а есть, как говорится, не очень. То есть адекватный спортсмен, он все-таки будет интересоваться вами и немного рассказывать о себе. Но есть неадекватные в этой группе, которые весь вечер с вами будут разговаривать только о стероидах, о тренировках, о том, как накачать мышечную массу, о том, какой должна быть диета у такого качка. И можно подумать, что вам это все будет интересно. Ну, честно могу сказать, моя подруга на таком свидании со спортсменом-качком не смогла выдержать, соответственно, даже двух часов. То есть быстро убежала, вспомнив о том, что ей нужно кормить кошку, которой у нее, собственно говоря, нет. Ну, жаль, ко мне не приехало моих котят накормить. У меня на сегодня все, дорогие мои. Думаю, что видео получилось достаточно объемным. Вот, если будут еще какие-то новости с Тиндера, обязательно буду о них рассказывать. Буду рассказывать, соответственно, о том, как наши русские женщины выходят замуж за арабов и какие ситуации и комичные, и не очень у них случаются. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно пишите ваши комичные истории, если у вас такие были, когда вы знакомились на Тиндере. Можете описать тех мужчин, с которыми вы знакомились. Мне будет все это очень интересно прочитать. Не забудьте, дорогие мои, нажать на колокольчик, для того, чтобы получать извещения о всех новых видео, которые выходят на моем канале. А с вами была Гелена Шарова из Абудаби. И, дорогие мои, хочу я вам пожелать удачных знакомств в Тиндере, если вы пытаетесь знакомиться в этом приложении. Ну, а больше всего хочу я вам пожелать удачных знакомств в оффлайне. То есть, знакомьтесь и в самолетах, и в ресторанах, и, соответственно, в путешествиях. И думаю, что вам гораздо быстрее удастся познакомиться именно с вашим мужчиной. Я все-таки за знакомство оффлайн. Ну, а с вами была Гелена Шарова из Абудаби. Всем хорошего дня и отличного настроения. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok